Первое покрытие, которое мы хотим вам представить, это модеста, который позволяет создать эффект шелка на ваших стенах. Для нанесения данного покрытия необходимо очень хорошо подготовить стену. Стена должна быть гладкой, отшлифованной, хорошо прогрутована грунтом глубокого проникновения в два слоя. И она должна быть идеально гладкой и ровной, чтобы не было никаких зубринок, катушков и так далее. Потому что данное покрытие является тонкослойным и все дефекты стены будут видны на данном покрытии. Для нанесения данного покрытия вам понадобится пластиковая кельма. Она может быть такой, может быть такой, как удобно. Понадобится шпатель и валик для нанесения базы. Основная красота такого декоративного покрытия, наверное, перламутра привлекает и пользуется популярностью. Да, это покрытие смотрится очень эффектно на стенах. Оно позволяет расширить помещение. Его можно заколировать практически в любой цвет. Оно может быть от светлых тонов до практически темных. Но более эффектно все-таки смотрится в таких пастельных тонах. Итак, посмотрим, как его наносить правильно. Так, мы начинаем нанесение Модеста. Под Модеста сперва наносится база. Изначально стена у нас прогрунтована. В два слоя грунт высох. И теперь мы наносим базу. Первый слой базы мы уже нанесли. Теперь наносим второй слой. Баликом. Не допуская подтеков. Краска очень хорошо укрывает. Поэтому два слоя достаточно. Для того, чтобы полностью закрыть всю стену. Это нужно для того, чтобы покрытие потом равномерно смотрелось. Равномерно смотрелось, да. Но ее лучше наносилось. Потому что краска позволяет создать ровный слой. Который лучше позволяет скользить в фильме для создания рисунка. Так, мы нанесли второй слой базы. В качестве базы у нас используется краска интерьерная, колерованная в цвет финишного покрытия. Но поскольку у нас будет использоваться покрытие Верда, мы можем взять в ней колерованную краску белую. То есть она не сильно повлияет на чуть-чуть. Просто высветлит само покрытие. Но не сильно отразится на цвете. Какие могут у нас возникнуть трудности? Опять-таки, самое сложное – это подготовить стену идеально ровно, чтобы не было никаких комочков. Поэтому даже после того, как вы нанесли второй слой базы, ее рекомендуется подшлифовать. Потому что даже на краске могут остаться какие-то мелкие капышки, дефекты, которые впоследствии вылезут при нанесении финишного покрытия. А потом грунтовать надо подняться? Нет. Пошлифовали, осталась пыль какая-то, ее устранять уже не надо. Ну, убирать пыль-то выбираем. Пыль убираем, можно потереть тряпочкой. Ну, грунтовать уже не надо. Да, уже в пыль-то пройдемся. С линька пройдемся. С линькой. Подготовить стену без профессионала, ну, чтобы не ведущий профессионал, возможно это? Или все-таки надо иметь определенные навыки, чтобы не на царапины все вот это вот все. Тут надо привыкать к помощи штукатуры-маляра, а потом можно самостоятельно уже наносить покрытие. Или все-таки можно постараться, чтобы подготовить? Надо понимать, что декоративное покрытие и подготовку стены делают разные мастера. То есть подготовка это подготовкой, это уже отдельный, скажем так, раздел. А и нанесение декоративной штукатурки, это уже к другим мастерам относится. Поэтому все зависит от человека, наверное, как хирурги. Если нужен высокого уровня, стена лучше подготовиться к специалисту. Специалисты подготовят, а потом уже можно поэкспериментировать нанесение декоративного покрытия. Да. По образованию творческого таланта. Вот, теперь вот я чувствую, что у нас достаточно гладкая получилась поверхность. Вообще малярным скотчем обклеиваются углы и косяки, то есть те места, где, куда может попасть краска, запаска поверхности. Ну, данное покрытие, оно получается достаточно тонким, и поэтому не обязательно убирать скотч уже, когда все высохло. Или сразу надо убирать, или когда высохло, надо убирать. Без разницы. Я знаю, что, например, покрытие толстого, это лучше убирать сразу, чтобы потом можно скучно это драть. Ну, да. А вот с Модеста рекомендуется, наоборот, его подсушить, чтобы оно не потекло, потому что это все-таки ближе к краске. Достаточно жиденькая, но очень тонкая. Я буду наносить первый слой просто наезде, просто ровно наносить. Некоторые мастера рекомендуют наносить уже сразу с рисунком, для того, чтобы обеспечить глубину этого рисунка. Но я особой разницы не вижу, поэтому первый слой можно наносить просто кельмой и гладкой. Наша задача сейчас перекрыть базу, получается. Раблимерная полеутровая стена, что у нас получается. Да. А возможно, нанесение этого слоя тем же вареньем? Шеврень будет оставаться. Лучше все-таки нанести кельмой, разборить. Но как раз-таки вот эта шеврень, которая остается от валика, она нам не нужна. Мы получаем вакуально гладкое покрытие. Чем удобен вот эта кельма с таким острым? Тем, что ей очень легко и удобно подлезть в какие-то уголочки. Вот эта уже не позволяет. Если есть внутренний угол, вот эта кельма уже неудобна, а эта и удобна. Но на гладкой поверхности мне больше нравится формировать рисунок, например, воротовой кельмой. Ребром кельмы мы разглаживаем материал. Материала не очень много мы ненесем. Вообще расход идет 200 грамм на квадратный метр этого материала. Ладно, смотрим, чтобы у нас все равномерно нанеслось. Из-за этого материала можно снять шпателем с кельмы. Продать надо сразу тянутся целиком или можно какими-то кусками работать? Ну, как быстро оно высыхает? Ну, первый слой, если мы его наносим таким способом, то его, в принципе, можно наносить небольшими тоже кусочками и просто тихонечко состыковывать. В принципе, вот здесь вот я состыковала. То есть, первым слоем проблем не должно возникнуть. Второй слой, да. Второй слой наносится небольшими захватками. Вообще удобно, когда его наносят два мастера. Один мастер, например, берет какой-то кусок небольшой стены и наносит материал. Второй уже формирует рисунок. А нанесение происходит чешуйками. Один кусочек нанесли, прокрутили. Вот мы сейчас будем второй слой наносить, будем крутить его, то есть формировать рисунок. Второй кусочек нанесли, пока еще не высох полностью материал. Состыковали. Дальше сюда ушли. Прокрутили, состыковали. Прокручивать каждый кусочек до трех раз. То есть, мы возвращаемся обратно и прокручиваем уже два кусочка, да. Потом третий раз вот сюда нанесли, уже тоже третий раз прокрутили. Получилось, вот эту часть мы прокрутили три раза, первую, которую нанесли. Точно так же дальше. Сюда нанесли, сюда нанесли. Дальше здесь. Сюда нанесли, прокрутили. Сюда нанесли, прокрутили. И вот у нас такими чешуйками наносится материал. То есть, мы не даем краям высохнуть полностью. И мы их стыкуем. Все, сейчас немножко ждем, когда у нас высохнет первый слой. Он достаточно быстро сохнет. Но ему надо все равно дать хорошо просохнуть, чтобы он не собирал материал, когда он будет второй слой наносить. Так, у нас высох первый слой, нанесенный кельмой. Сохнуть он должен в естественных условиях, то есть не феном. А сохнуть он должен в тех условиях, в которых он находится, без какого-то вмешательства. А вопрос у него такой, окна при этом должны быть открыты или закрыты? Сквозники допускаются или нет? Или должно быть помещение заглавное? Главное, что нагревать. Нет, главное не нагревать. Наоборот, мы открываем здесь все, потому что у нас, допустим, подвальное помещение, у нас очень высокая влажность. Вообще ничего не сохнет. Сохнут очень долго. Поэтому, да, главное не нагревать. Потому что, когда он начинает нагревать феном, для ускорения якобы засыхания слоя, он просто вздувается. Понимаете, уже получится дефект. Он быстро достаточно сохнет, потому что он очень тоненько нанесен. Буквально час-полтора, может быть, если нормальная сухость, не сильно влажен в помещении, достаточно быстро сохнет. Ну, если человек, получается, делает в одиночку, как раз пока он прошел стену до конца, она там уже высохла, и можно продолжать уже заниматься вторым словом. В принципе, да, так и получается. Вообще, вся декоративная штукатурка рекомендуется носить от угла до угла. Начиная, допустим, с левого угла, заканчивая правым нижним углом. И этот материал очень любит собираться в углах, поэтому мы от внутреннего к внешнему ведем угла. Если у нас, допустим, ну, справа, внутренний угол, то мы справа ведем налево. То есть мы как бы материал выводим. Вот так вот. От угла. Относительно окна тут как бы не имеет значения? Да нет. По-моему, не имеет значение. Он, наоборот, играет на свету, поэтому без разницы. Это обои надо клеить стыком в определенном направлении, чтобы не было видно. А здесь-то нет. Здесь, получается, стыков не видно. Это будет однородное красивое покрытие. И без разницы, абсолютно, от на, как он находится. Сейчас мы приступаем к нанесению второго слова. Модеста. Мы будем прокручивать материал. Также наносится вначале ровным слоем, тонким. Когда очень много материала он очень хорошо прокручивается, не сыграется. Поэтому прям средний слой наносим. И кель мы держим вот так. То есть пальцем давим только на кончик. И вот такими движениями начинаем формировать рисунок. Инструмент во время нанесения не отрываем резко, потому что получается... Мы его и уводим, получается, в сторону. То есть надо проходиться по всей той плоскости, которую мы нанесли второй слой. Да. Наша задача как раз таки сделать, перемешать перламутр и мерку, которые там содержатся, для того, чтобы получился вот такой эффект шелка. За счет игры цвета и за счет того, что у нас матовый материал и перламутр. Перекручиваются, получается шелковый рисунок. Главное не в одном направлении крутить, а в разных, чтобы у нас не получалось вот однотипного полоса рисунка. Так покрутили, поменяли направление. Сколько по времени можно так крутить, пока у нас... У меня очень недолго. Достаточно быстро сохнет материал, поэтому он, когда подсыхает, он уже плохо начинает прокручиваться, поэтому лучше небольшими кусочками, буквально по 30 квадратных сантиметров наносить. И хорошо прорабатываем края, потому что бывает так, что с непривычки руку может сводить. Да, чувствуется, что у меня здесь надо приложить. Поэтому лучше начинать с каких-то небольших участков. Получается, не состыковываемся. Материал мы очень много наносим. А способа нанесения такого материала, они разные могут быть? Можно наносить, в принципе, и губкой. В принципе, по сути, это же тоже краска получается, первым утром, да? Но самое удачное, сколько бы мы ни наносили, все-таки самое удачное, это вот такое намесение. Именно маленькие восьмерочки такие вот, которые позволяют создать фетшок. Спасибо. 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 Спасибо.